Девушки отдыхают Девушки отдыхают Которую современный мир даже не затронул И мы видели то, чего не видит никто Туристы туда не попадают А кроме того, ты делишь этот опыт Со своими друзьями И вы вместе делаете невероятную работу Которой гордитесь Похоже, драконе стекло Природа, работа, команда Все сошлось В одной точке И это особенный для меня момент Камера, да? Скажи свое имя Сам был Тарли Мой первый съемочный день был странным Хочу стать дозорным Моей театральной школе на первом месте была сцена Практики перед камерой почти не было За три года у нас было три часа съемок А четвертый час перед камерой Я провел в первый день на площадке престолов В первой сцене я только приехал в Черный замок И тренируюсь И вот три дня Я делал вид, что не умею Драться Или, скорее, очень плохо дрался Но так, чтобы вышло еще хуже, чем я могу Пока меня колотили Настоящее боевое крещение Ничего не скажешь На самом деле, мне очень повезло С партнерами на съемках Но больше всего мне, наверное, нравилось сниматься с Китом Кит вообще был моим первым партнером по сцене Ведь это моя первая работа Думаю, если дружба рождается, когда вы оба немного напуганы и не уверены в себе Когда вы делаете что-то новое, такая дружба прочнее всего Потому что обоим нужна поддержка Завтра меня снова заставят драться? Заставят Но мастерства у меня не прибавится Ну? Зато и не убавится Он был первым Кому я обратился за поддержкой, когда нам Обоим было непросто Сэн, ты так хочешь потерять руку? Я ее не трогал Ты хочешь ее украсть И что Крастер отрежет за это? Ее нельзя украсть Она же человек, а не коза Игра престолов – это вся моя карьера Все это время, как профессиональный актер, я снимался только в Игре престолов Больше всего я буду скучать по людям Редко выходит так, чтобы ты возвращался к одним и тем же людям все восемь лет Мы все так сблизились, что ощущаем себя одной командой Вместе делаем одно общее дело И так жаль, что мы расстанемся и нас разбросает по разным концам света Будет новая работа, новые встречи, и это уже не повторится Нам будет тяжело, но пока осталось еще несколько дней Я постараюсь радоваться каждому из них Лицом корме Ты когда-нибудь ходил на веслах? Нет А плавать умеешь? Нет Тогда не падай в воду Эта сцена мне очень понравилась Я не подчинялся королю вашему отцу И теперь расплачиваюсь Мне все равно, вы мой друг Ширен Баратион У меня с ней было несколько замечательных сцен Очень тонкая, физически травмированная девочка, которую никогда не любили По крайней мере, ни ее отец, ни мать И при том, она так человечна, достойна, умна, сообразительна Да, вас с ней на равных, что мне очень нравится в их отношениях Вы долго Я думала, вы не придете Они в каком-то смысле как муж и жена Она его поучает, пилит, указывает, что делать Не надо шевелить губами Так делают дети Они явно друг другу нужны Да, вас, видимо, ищет замену Любимому сыну, которого он потерял Одна из самых странных сцен, в каких я снимался Когда я был при родах ребенка Тенни В страшно холодной пещере Я смотрел на монитор Свет очень красиво падал на фигуру Карис В этой зловещей обстановке и странной позе И я вдруг подумал, как это похоже на Караваджо Картина эпохи Ренессанса Когда серия вышла, все говорили, что на телевидении Редко бывают такие странные сцены Поверьте, сниматься в таком тоже было непривычно Вряд ли мне еще когда-то в жизни доведется сняться В чем-то подобное Я буду скучать по единению на съемочной площадке Да, мне будет не хватать именно этой работы в унисон Для меня это были лучшие моменты Каждый день мы приходили с радостью, если забыть, что в 4 утра ты уже на ногах А непромокаемые носки промокают Что говорить? Лоску мало Это вам не Кариба Это было невероятно Если актер чего-то стоит, он хочет попасть в проект самого высокого класса Этот сериал оценят многие будущие поколения Она не устареет, не поблекнет, это просто шедевр Было весело, мы много смеялись Это было незабываемое, прекрасное время Ты актер Ты работаешь, работаешь, пробуешься, получаешь отказы или получаешь роли Иногда они потрясающие, иногда отвратные Эта роль была невероятной Такой прекрасный материал для работы Каждый раз, открывая сценарий, я говорила Боже мой, сыграть все это Редкая удача и наслаждение Мне очень понравилась сцена с Марком Адди еще в первом сезоне Она такая напряженная, длинная, на много страниц От этих персонажей не ждешь такого честного и откровенного разговора Непонятно, на чем все держится? На браке Это дает представление о ее браке с Робертом Баратеоном И немного объясняет, кто такая Серсея и почему она поступает определенным образом Был ли у нас шанс? Хоть момент? Нет Мой совет Серсея Если встретишь того, кого называют его воробейшество, не вздумай иметь с ним дело Я могу идти? После искупления Помните Донтеса? Он был шутом Я столько умоляла Мишель У него была классная шапка Она ее сшила Я ее до сих пор хочу Но она куда-то пропала, наверное Каждый год я просила Ну можно, а? А она строго нет Вещь, которая мне нужна Та шапка Мы почти закончили У меня всего пара дней осталось И думаю, мне будет очень тяжело прощаться с сериалом Такая радость была каждый год снова всех встречать Мы все тут сроднились, стали близкими в самом лучшем смысле Без этого будет очень странно Ведь все же восемь лет вместе Я буду скучать Вот тебе совет, бастард Да что вы знаете о том, каково это Все карлики-бастарды в глазах своих отцов Мне на улице чаще кричат Тирион, чем Питер Очень досадно, когда меня принимают за Тириона Я разочаровываю их, когда открываю рот А ты совсем не такой остроумный Этот чертов сериал сделал мою жизнь прекрасной Но также испортил ее во многих смыслах Ты умный человек Но не настолько, как ты думаешь И все же я умнее тебя Когда я узнал, что меня хотят пригласить в сериал в жанре фэнтези Я сказал Нет, при моем росте мне неинтересно играть вымышленного персонажа Я актер, мне нравится играть реальных людей А в фэнтези это часто теряется Но тут все наоборот Тут такие отношения между героями И сам Тирион, он по-настоящему живой Это самый реалистичный из моих сериалов Но в нем еще есть дракон и ходячие мертвецы Когда я был маленьким Отец сказал мне Что последний дракон умер сто лет назад Но вот вы здесь Фэнтези часто напирают на драконов и забивают на героев У нас все наоборот Когда я снова что-то такое придумаю Двиньте мне по роже Я скучаю по Чарльзу Дэйнсу Сыгравшему моего отца У нас с ним особая химия И мы хорошие друзья Тирион Вопреки нашей врожденной экране Лучшее качество Тириона Для меня, как актера То, что мне повезло поработать со всеми Не у всех так У меня были лучшие партнеры по площадке Настоящие профессионалы И все они, вероятно, добры и щедры К своим коллегам Ни одной черной овцы в стаде Никогда не было И раз уж конец близок Не будет И съемочная группа Лучшая из тех, с кем я работал Мы стали семьей Где все друг друга любят Тирион стал так похож на меня самого И я им восхищаюсь Он хочет справедливости в мире Хочет сражаться за тех, кто не может постоять за себя И я смогу ездить верхом? Сможешь Зачем вы ему помогаете? Я питаю слабость коллегам, бастардам и сломленным людям Он просто хороший человек Пот Нет более верного оруженосца, чем ты В последнем сезоне всего шесть серий HBO дала нам на них больше времени И это очень здорово Потому что они безумно сложные Как вы, уверен, догадываетесь Это настоящее кино Мы каждый год снимаем десятичасовой фильм Участвовать в таком проекте большая часть Это прекрасно Не важно, что съемки такие долгие и трудные Не важно, сколько на тебе грима и так далее Когда ты причастен к чему-то великому Чем потом будешь гордиться Возникает такое чувство сродни Влюбленности Мне будет очень тяжело прощаться с Тирионом Чтобы этим заниматься, нужна настоящая страсть Желание рассказывать истории Это большая редкость Когда удается собрать так много талантливых людей Добиться такого успеха Работать с лучшими в своем деле И так эффектно все завершить Это просто мечта Помню мою первую сцену в пилотной серии Прибытие короля в Винтерфелл Все в этих большущих костюмах Помню момент, когда король въезжает верхом на коне И ему надо с него слезть Очень сильная сцена На марке Эдди, который играл Роберта Баратеона Было такое громоздкое одеяние Никаких шансов сделать это элегантно Появляется конь, король делает так А потом Всем стоять И бегом вносит лестницу Помогает ему слезть Уносит лестницу, потом Продолжим Я это запомнил Прекрасный момент Я вложила в Арию все Использовала каждый прием, которым владею Теперь мне трудно перевоплощаться в новых персонажей Каждый раз чуть хуже Так хорошо, как с Арией, не получается Другие не такие сильные и крутые Конечно, я буду по ней скучать Я все еще в трауре Не будем об этом, а то я расплачусь Дубль первый, камера первая Я была совсем маленькая А воображение богатое Когда снимали первые сцены, я себя убедила Что все это по правде, что я там Я не знала, как играть по-другому Только проживая все эти моменты Это стало поворотным моментом в моей жизни Съемки для меня как школа Они сформировали меня как личность В школе ты учишь уравнение, орфографию, математику, физику А после школы попадаешь в большой взрослый мир И там уже узнаешь о себе, о людях, о том, как вести себя и быть частью общества Я уверена в себе Я обрела эту уверенность, играя Арию в сериале И мне хочется делиться ею с каждым, кого я знаю и люблю А еще с каждой девочкой, которая ценит мою работу Хочу, чтобы все чувствовали ту уверенность, которую мне подарил этот проект Кто тебя этому научил? Величайший мечник на свете Сирио Форель Рори меня многому научил В нем мало театральности Над нашими общими сценами было очень весело работать Ты боишься огня Как маленькая девочка Отношения наших героев странноватые, но было весело Помню, было дико поздно, я устала Но все равно мне было очень здорово Я кидалась в Софи голубиным пирогом Да, таким был мой первый день съемок Арию! Мне сказали, ты не могла бы попасть ей прямо в щеку Я тогда подумала, вы что, хотите, чтобы я целилась? А нельзя просто... Это же кино, сделайте сами Больше всего мне понравилось кидаться едой в Сансу Я еще думала, меня, наверное, выгонят, если я не попаду Но не выгнали, как видите, за 10 лет Очень весело Если честно, веселее всего было работать с Софи Когда снимали эпизод, где Ария отчитывает Сансу, а та ей Ах, ты упражнялась! И мы ругаемся, прямо грыземся Я никогда столько не смеялась, как в тот съемочный день Было так здорово Мы тогда катались в кресле, у меня видео сохранилось Угнали у Брана кресла и валяли дурака Как сумасшедшие В жизни мы очень дружим Поэтому бесит, когда мне приходится ее доводить А она мне грубит Она мой лучший друг Кому еще повезло работать с лучшим другом? В конце концов, я буду скучать по отношениям внутри сериала Другого такого не будет Мне страшно повезло встретить всех этих людей и поработать с ними Я верю, что над этим сериалом сошлись звезды и получилось волшебство Это большая редкость, когда группа так хорошо сработалась И люди так друг о друге заботятся Тут я была в безопасности, могла дурачиться и учиться быть актрисой Даже если я больше ничего не сделаю, я уже счастлива Я буду ужасно скучать по престолам Сценаристы написали нам потрясающий финальный сезон Осталось взять и снять его Мне везет, что я играю Арию У нее нет скучных сцен Теперь надо все закончить Последние несколько страниц Я вырос вместе с Браном В личном и в профессиональном плане Это сыграло большую роль в моей жизни И жаль, что больше не доведется быть Браном Это был мой первый актерский опыт Мы снимали в очень красивом лесу В Северной Ирландии И кажется, это был самый дождливый день в моей жизни Я был с мамой, и в конце дня я сказал Боже мой, я, наверное, так не смогу Сплошной дождь и стресс Хочешь подержать? К счастью, потом дождя уже не было И вообще оказалось классно Я полюбил съемки Я всегда работал в небольших командах Но это были самые лучшие люди на свете На съемках у меня появились друзья на всю жизнь Элли, игравшая Миру Мила Кристиан Нейерн, игравший Ходора Мы с ним лучшие друзья И мне очень, очень нравилось работать с Джоном Брэдли Тебе было видение? Очень смешно было играть с ним ту сцену в седьмом сезоне Мы хохотали Ходор? Я не мог поверить в то, что случилось с Ходором Затвори Ход Ход затвори Ход затвори Ход затвори Ход затвори Просто Так как это вообще? Затвори Ход Получается, он всю жизнь посвятил тому Кто его, в общем-то, подставил Ход затвори Ход затвори Ход затвор Ход затвор Ходор Ходор Стоп, снято Молодцы Теперь ближе Думаю, Бран один из немногих героев, чья судьба была предопределена Вряд ли хоть один совет может что-то для него изменить Вы, наконец, показали мне что-то важное И сразу меня забрали На дне морском красиво Но если остаться там надолго, утонешь Я не тонул Я был дома Игра престолов – это для меня как школа Я так много узнал о жизни на проекте Хоть это глупо звучит Но когда с 10 лет все время проводишь со взрослыми и работаешь на профессиональных съемках Учишь реплики Думаешь над образом А еще я многое узнал про себя Я Айзек Хемстедрайт Я играю Брана Старка Как бы ты описал Брана? Ну, в целом, живет он неплохо Он любит лазать Он сын лорда Но потом Все это рушится Он срывается вниз Падает с высокой башни И у него отказывают ноги Он мечтал стать рыцарем И эта мечта разбилась Он им уже не станет Очень жаль, что нужно поставить точку в этой истории Потому что Мы все, я думаю, стали ее частью И хотим, чтобы она Никогда не заканчивалась Но это случится И это будет здорово Я сделаю тебе подарок Я соберу войско Убью твоего братца-предателя И подарю тебе его голову Или он подарит мне вашу Я уже несколько лет об этом думаю Я уже несколько лет пытаюсь это осознать Эти люди мне не просто как родные Я с ними выросла Я очень сильно изменилась Благодаря им Когда снег идет И белый ветер поет Одинокий волк умирает Но стая его живет Мы уже стали как бы части друг друга Нам будет очень тяжело Я Санса Старк из Винтерфелла Это мой дом И тебе меня не напугать Самый первый день съемок Я его помню смутно Помню, как нас выстроили Для сцены прибытия короля Встаем Ваше Величество Там были Шон Бин Марк Эдди Лина А у меня голова шла кругом Я очень переживала Мне называть тебя Леди Старк? Да Мой лучший съемочный день Это когда мы снова встретились с Мэйси Снимали саму сцену их встречи И это был самый веселый и трудный день Потому что мы не могли держать себя в руках И... Снято Санса, подойди ко мне, голубка Обожаю работать с Линой Что вы делаете? Молимся? Ты само совершенство Молитесь? Просто наблюдать за ней и учиться Лучший урок, о котором я могла мечтать А если город падет? Ты бы этого хотела? Они знают, что их ненависть взаимна Но им приходится быть любезными друг с другом Потому что кругом люди Это ужасно смешно, потому что их друг от друга трясет И это видно Самая неожиданная сцена, поразившая меня Остановите его! Отец! Джоффри, остановись! С того момента я перестала доверять сериалу А в любой момент моих любимых героев могут убить Если хотите сохранить Завтра ты умрешь, лорд Болтон Спи крепко Моя любимая сцена Битва бастардов Где сражается Джон Эстетически это прекрасно Очень интересно И не похоже ни на одну битву в кино Такая съемка меня сразила на повал Твой отец оказался ужасным изменником, милая А что с ним случится? Это зависит От чего? От твоего брата И тебя Чтобы я посоветовала Санси в первом сезоне Слушай, позволь мне в этот особенный день поделиться с тобой женской мудростью Учись, каков худший из мотивов, чтобы восстановить меня против сестры Не принимай ничего как должное И знай, что из каждой плохой ситуации, в которую ты попадешь, будет выход Сидеть Место Стой! Не будет второго такого сериала, как Игра престолов Мы стали семьей Я люблю этих людей, как братьев и сестер А все заканчивается Уже была последняя читка Последний ужин всем составом Вот по кому я буду скучать сильнее всего Съемочной группе, актерам, по всем Это как сон, который сбывается наяву Прямо на глазах И это чудесно Иен сказал бы Джораху Не жди от этой девочки снисхождения И не кори себя Это мой главный совет Лучший мой съемочный день Это, конечно, когда мы снимали гладиаторский бой в Осуне Со мной была моя дочка Она смотрела, как папа работает И Дэвид сказал Иди сюда, будешь командовать И она кричала Начали! Представьте себе Огромная массовая сцена Сотни статистов Все дерутся и тут Снято! И все постепенно останавливаются Все очень смеялись И я смеялся Мой первый меч у меня на съемках было несколько Но первый был лучше всех Павлинь и перья на Эфесе Широкое лезвие Он пробивает доспехи С ним я прошел не один сезон Он мне подходил по весу Отличный был меч Моя любимая одежда за весь сериал Золотистая рубаха Я вас знаю Я знаю вас Я ее носил, не снимая Кто вы? Я никто Но она Матерь драконов Теперь ей нужна защита Больше, чем когда-либо Мне сказали Может лучше тебя в черное Одеть в этой сцене А я Да зачем? Классная же рубаха Под конец она совсем износилась Чтобы от нее избавиться Пришлось мне Подхватить серую хворь Я такой Может мне и дальше в ней ходить? Нет, Яну Тебя была серая хворь Рубаха заразная Нельзя в ней ходить Ну ладно Понимаете Я увидел, как на площадку Пришла молодая актриса Песни и сказания Семи королевств Спасибо, сир И взялась За невероятную роль И справилась Самая прекрасная в Эмилии Она и сама не знает Насколько хорошо играет Серьезно Она сама не знает До сих пор не знает В ней всегда остается уязвимость И в этом тоже ее талант Ее дар Она чудесная актриса А еще она чудесный человек Мне жаль Мне так жаль Не стоит Все, чего я хотел Служить вам И она заслужила Все похвалы и награды Которые ей принесет сериал Тирион Ланнистер был прав Я люблю вас Она прекрасный друг С Эмилией хорошо и в кадре И за кадром Игра престолов Священная игра Аль Популярность мировая Огромная Бешеная Людям нравится Критики вас хвалят Такие моменты нужно ценить Ведь если ты их не ценишь Зачем приходить на съемки Ничего лучше не будет Для каждого из нас шоу стало переломом в карьере Для всех актер И престолы стали нашей семьей Тут все родные И я рад, что моя семья здесь со мной И не случайно мы так много смеемся Так веселимся На съемках Я люблю своего героя Полюбил команду И мне тяжело с ними прощаться А ты кто? Джон Сноу Кто ты есть? Игра престолов Это весь мой третий десяток Десять лет жизни Редко удается сыграть В полностью оригинальном фэнтези Люди часто копируют Или пытаются сделать Мечто похожее Ничего подобного Игре престолов На телевидении Раньше не было Король Севера Король Севера Король Севера Для меня это вершина И идеальный пример Настоящей драмы Король Севера В мой первый день Мы снимали в Черном замке Первая сцена Очень короткая Я просто иду По крепостной стене Я страшно нервничал И очень радовался Что мы начали Именно с нее Оглянись, парень Это напоминает тебе дом Напоминает о доме? Второй сезон Исландия Наш первый день там Мой лучший день На съемках престолов Красивее места Я в жизни не видел Особенный момент По многим причинам Там была сцена Где я Не смог обезглавить Игрит Бей сильно и точно Джон Сноу Моя любимая партнерша На съемках Роуз Лесли С ней работалось Как-то совершенно по-особенному Игрит Ты же знаешь У меня не было выбора Ты всегда знала Кто я такой Это одна из лучших актрис Которыми я работал Одна из самых органичных Между нами, кажется Искры проскакивали Надо было остаться В той пещере Мы туда вернемся Ничего ты не знаешь Джон Сноу А самым большим потрясением Стала, наверное Моя смерть Я подозревал, что что-то нечисто Потому что обычно, когда ты правда умираешь Тебе звонят Дэвид и Дэна Говорят Что твоя роль закончилась Отличная работа Спасибо тебе И так далее А мне никто не позвонил И я такой думаю Конечно, они бы мне позвонили Но они промариновали меня пару недель А потом Отвели в сторонку Кстати, ты не умер На стене тебе были бы рады Бастардов оттуда не прогоняют Можно я уеду с тобой? Джон Попроси отца Он меня отпустит Я точно знаю Если бы я мог вернуться в прошлое И дать Джону совет До того, как он вступил в ночной дозор Я бы постучался к нему и сказал Так, Джон Ты мечтаешь о ночном дозоре Просто поверь мне Не стоит Ты попадешь в ад На тебе живого места не останется Садись-ка на корабль И поезжай в старое место Найди себе хорошую жену Заведи детей И живи себе там Потому что с этим городом Ничего не случится А место, куда ты собираешься Скоро придет конец Три, два, один Мотор Давай, давай И пошел В этом сериале Съемочная группа Режиссеры, продюсеры, актеры Все причастные стали семьей Что удивительно Нам все еще весело и хорошо вместе Даже после восьми и девяти лет съемок И мы не передрались все Даже близко такого нет Сколько человек убили ваши бойны Пытаясь отбить Уэнтерфолл у Болтонов? Снято Сто пятьсот Сто пятьсот? Спасибо, что поговорил с дядей Бенджиным Я буду скучать по простым вещам Как каждый год С первый день съемок Приходишь на площадку В новом костюме И знаешь, что участвуешь В чем-то прорывном И на тебя смотрит весь мир А больше всего я буду скучать По ощущению родства Я расстаюсь с семьей Где жил дольше, чем в любой другой семье Это редко бывает Если бывает вообще Все это действует на меня Гораздо сильнее, чем я думал Обычно я циничный Не сентиментальный человек Но в этом случае я очень сентиментален Когда начались съемки, мне было 22 Сейчас мне уже не 22 Путь, пройденный с Дайнерис Закалил меня как актрису Она достигает таких высот Что мне приходится находить эти черты в себе Как только случается что-то хорошее или плохое Я сразу вкладываю это в роль Так что Дайнерис Это отражение всей моей взрослой жизни В каждой важной сцене С ней скрыты Все важные события моей жизни Первый день съемок я помню Боже, я свалилась с лошади Моя первая роль первый день А они меня загнали на коня Бамбуковое поле в Белфасте Льет как из ведра Я падаю с лошади И еще пытаюсь что-то изобразить К Халисе Еще дубль, пожалуйста Я помню, как цепляюсь В прямом смысле Вот так вешу Цепляюсь изо всех сил И кричу Остановите съемку Потом собралась Ладно, все нормально Поворачиваюсь А там, боже мой Вся съемочная группа И я разревелась Такой вот первый день На Игре Престолов Да Привет, мам У меня все хорошо И колени дрожали И мурашки бегали И орала от счастья На съемках Игры Престолов Я испытала больше эмоций Чем за всю остальную жизнь Дэнни, она такая С каждым сезоном становится лучше Каждый раз что-то новое Масштабнее и лучше Чем в прошлом сезоне В третьем сезоне Когда я получаю безупречных Впервые в жизни Я, Эмилия Повела себя как Ну, злая сука Было супер круто Это влияет на тебя Как на актера Ты в это веришь Мне пришлось собраться И быть Дэйнерис Все эти сцены Когда я стою на скале И взываю К огромной толпе На безумно умном языке Вот говно-то Простите, мой дотракийский Это нелегко Но ладно Ну, собрать яйца в кулак И сделать Прощаясь с сериалом Я прощаюсь с частью себя А люди просто Я хочу забрать Питера И Натали Хочу забрать всех Как мне править Семью королевствами Если даже залив Работорговцев Мне не подвластен Неужели кто-то пойдет за мной? Вы Даргариан Вы мать драконов Мне так легко работать С Эйном Гленом Мы с ним дружим все эти годы Он мой... Мой кореш Бойня, дорогуша Бойня Иен Потрясающий актер А еще он Потрясающий учитель Он очень здорово Помог мне По-человечески Я сейчас расплачусь Так глупо Здесь всегда надежно И безопасно Мы прикалываемся Стебемся друг над другом Поддерживаем Смеемся над шутками Или над тем Что кто-то не в духе Это... Семья Настоящая семья Тут не до эго Мы все вместе Такого у меня больше не будет Этот сериал Игра престолов Меня освободил Буквально дал мне свободу Как человеку Как актрисе Как женщине Я смогла сыграть Невероятно сильную женщину А без нее Я, может, никогда И не испытала бы Таких чувств Не нашла бы в себе сил Которые были нужны Чтобы ее сыграть Увидеть, что в тебе Есть эта сила Это очень круто А все ребята Обо мне так заботились Что теперь я не знаю Что делать Мне повезло Все это задокументировано И я буду вечно благодарна всем Кто причастен к Игре престолов Они подарили мне Уникальный опыт Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok